Начинаем с вами такой большой раздел. Это проводящие ткани. Проводящие ткани, пожалуй, я не знаю почему, но вот лично для меня они оказываются самыми сложными, потому что там очень много такой информации, которая кажется на первый взгляд абсолютно ненужной. Но это не совсем так, потому что когда мы с вами будем говорить про эволюционную составляющую, про систематическую принадлежность, а к сожалению, иногда такие задания выпадаются, то знание вот этих вот кольчатых спиральных трохиит, оно вам понадобится. Сейчас будет много информации, которую, возможно, вы узнаете в первый раз, поэтому, пожалуйста, слушаем внимательно, аккуратно. Если что, задаем вопросы. Я ваше чат более-менее вижу. Итак, проводящие ткани классически делятся на два типа – ксилема и флоема. Тут я не думаю, что открыла вам Америку. Ксилема по-другому называется древесина, флоема называется луп. В общем, это вот лубяная избушка, ледяная и так и далее. По ксилеме чаще всего у подавляющего большинства растений из корня в листья поднимаются элементы генерального питания и, естественно, вода, которая поглощается при помощи, соответственно, корня и всех тех приспособлений, к которым корни имеются. Большая часть всех клеток силемы является мертвыми, в то время как флоемные клетки в подавляющем большинстве являются живыми, но и, соответственно, транспортируют продукты фотосинтеза или по-другому это называется фотоассимилляты, транспортируют по всему растению. А дальше начинается очень интересная штука, потому что флоема – это ток не всегда сверху вниз. Флоема – это на самом деле и сверху вниз, и снизу вверх. Просто все зависит от того, куда мы хотим доставить. Потому что если, например, мы говорим о том, что меристематической ткани нужны фотоассимилляты, то логично предположить, что листья находятся ниже, чем меристема. Например, если мы говорим про побеговую аппекальную меристему, и что у нас тогда получается? Что листья, находящиеся внизу, должны наверх отправить фотоассимилляты. Как это сделать? Это что, по ксилеме нужно транспортировать? Конечно, нет. И тогда получается, что флоема – это ткань, которая просто транспортирует фотоассимилляты. Ну, или в основном углеводы, неважно. Органические соединения. А вот в каком направлении, тут однозначно сказать нельзя. К тому же, чаще всего считается, что по ксилеме могут транспортироваться определенные органические соединения. Это так происходит, особенно по весне с ксилемой. Значит, там дерево пробуждается, наверх его все идет. Но есть замечательная дерева береза, чей сок активно воспевает в различных песнях, и чей сок любят пить наши с вами сограждане. Вот у березы есть особая история, потому что у нее по весне вся эта вкусняшка из корня транспортируется по флоеме наверх, да, а не по ксилеме. Вот такая вот история. Поэтому однозначно говорить о том, что флоем — это движение сверху вниз, нет. Просто основной массовый ток идет сверху вниз, а так нет. Ну что ж, давайте еще раз особенности обсудим. Как вы знаете, проводящие ткани бывают первичные и вторичные. Они так называются, потому что они происходят из разных типов меристоматических тканей. В то время как первичные ткани образованы паракамбием, и к ним у нас будут относиться, соответственно, протоксилема и метоксилема. Ой, простите, протоксилема и протофлоема, из которых в дальнейшем будут развиваться метоксилема и метафлоема. И это будет происходить уже на тех этапах, когда орган практически полностью сформировался. То есть сначала протоксилема, протоксилема, и вот мы уже почти сформировали орган, все можно уже перестраиваться в метоксилему или метафлоему. Дальше. Вторичные проводящие ткани образованы уже вторичными меристемой камбием. Кстати, этот вопрос был в тесте. И, соответственно, у нас образуются просто ксилема и протофлоема. Поэтому, когда вы называете, если вы уже прошаренные, а вы сейчас уже прошаренные, и говорите, что вот ксилемные элементы, вообще-то по-честному нужно уточнять, это ксилема имеется в виду вторичная или имеется в виду протоксилема и метоксилема. Поэтому либо вы на рисунках, например, указываете первичные ксилемы и первичные флоемы и не вдаетесь в подробности это прото или мета, либо вы пишете вторичные ксилемы, и тогда все понятно. Итак, как вы по ней знаете, совокупность ксилемы и флоемы и камбием между ними, если камбием присутствуют, и их взаимная ориентация друг относительно друга складывается в такую штуку, которая называется проводящий пучок. Проводящих пучков много, разных. И самое интересное, что в зависимости от систематического положения мы с вами будем видеть либо те, либо иные проводящие пучки. Классическими проводящими пучками, ну в смысле классическими, я бы сказала так, теми, которые встречаются чаще всего, являются, соответственно, коллатеральные проводящие пучки. Вот они наши, коллатеральные проводящие пучки. Соответственно, первый вариант – это закрытый коллатеральный пучок, потому что между флоемой, вот это у нас флоема, и ксилемой, которая вот у нас внизу, там нет никакого камбия. Это закрытый коллатеральный пучок, как я это запоминала? Я запоминала это так, что он никогда не расширится, он никогда не раскроется, потому что камби делиться не будет, поэтому он закрытый коллатеральный пучок. Другой вариант – это открытый коллатеральный кучок, и самое важное, что между ксилемой и флоемой здесь находится камбий. Соответственно, да, ребята, если вам неинтересно, о чем я сейчас говорю, то, наверное, можно перестать, можно продолжить обсуждать свои баллы здесь в чате. А если вам все-таки интересно, о чем я рассказываю, и вы хотите продолжить обучение здесь, то давайте вы прекратите обсуждать свои баллы, соответственно, в чате. Поэтому, так как я на это отвлекаюсь, потому что я думаю, что вдруг вам что-то непонятно, и вы хотите узнать, задать мне какие-то вопросы, то давайте вы все-таки не будете засорять чат. Так вот, первый вариант – а, это у нас закрытый коллатеральный кучок, б, это у нас открытый коллатеральный кучок. Еще раз, открытый он потому, что там находится камбий между флоемой и ксилемой, и в итоге этот кучок будет разрастаться, он откроется, он раскроется, он увеличится в размере. Но, по крайней мере, я пыталась так запомнить, более-менее получается. Следующий вариант, который, соответственно, имеется, это так называемый биколатеральный проводящий пучок, когда у нас, соответственно, сверху есть флоема и снизу есть флоема. То есть они как бы запечатывают ксилему, а еще между ксилемой и флоемой имеется камбий. Биколатеральные проводящие пучки чаще всего характерны, по-моему, семейству тыквенных, если я не ошибаюсь. Вот они у них в основном встречаются. Ну, такая редкая история. Дальше, если мы посмотрим на буковку Е, то это проводящий пучок, который встречается в корнях, и только там. Это радиальный проводящий пучок. Когда мы с вами будем разбирать анатомию корня, вы увидите все варианты радиальных проводящих пучков в большом-большом количестве. Просто запомните, что там всегда в корне радиальный проводящий пучок. Что характерно радиальному проводящему пучку? Чередование ксилемных элементов с флоемными элементами. Ксилемных элементов с флоемными элементами. И так далее. Ксилема, флоема, ксилема, флоема, ксилема, флоема. И так далее сколько-то иное количество раз. Дальше. Ну и есть, соответственно, буковки Г и Д. это то, что мне далось запомнить сложнее всего. Амфивазальные и амфикалибральные проводящие пучки. Значит так, отличаются они тем, что снаружи, псилема или флэйма. Как я запоминала, мне, честно говоря, подсказали. Значит, амфивазальный подразумевает, что это ваза. Ваза – это жесткая структура. А жесткая, гораздо более жесткая проводящая ткань – это ксилема относительно флэйма. Поэтому амфивазальные – это те, у кого ксилема снаружи. Амфикалибральные – это другой вариант. Вот, смотрите, соответственно, Г – это у нас амфивазальный проводящий пучок, потому что ксилема снаружи, потому что ваза, а ваза жесткая. А Д – это амфикалибральные, ну, соответственно, по аналогии. По крайней мере, я это так запоминала. Зачем нам нужно понимание проводящего пучка и то, как выглядит проводящий пучок? Потому что если вы не понимаете, что находится перед вами, а таких заданий миллион, например, вам дан какой-то анатомический средств, и вы в душе не понимаете. Мать, моя женщина, что это такое? Лист, корень, стебель, это однодольное, двудольное, голосименное, мох, что это? Вы всегда должны смотреть на соотношения и расположение проводящих пучок, а они друг относились на друга. И неважно, это проводящие пучки или вы смотрите, уже сразу видите тип стеллы. Что такое стелла, тоже вам обязательно расскажу. Поэтому знать проводящие пучки очень-очень важно. От этого зависит, насколько хорошо и быстро вы сможете определять принадлежность данного среза к одному или иному типу органа. Поэтому это нужно обязательно знать. Так, ну а дальше мы с вами переходим к терминологии. Мы уже частично с ней познакомились, когда рассуждали с вами про растительные клетки, а именно мы с вами будем сейчас говорить о том, что такое пора, что такое окаймленная пора, что такое перфорация, что такое торус и так далее. Зачем это нужно? Потому что в зависимости от того, какие элементы более продвинутые с эволюционной точки зрения или менее продвинутые, мы с вами будем рассматривать с точки зрения изучения проводящих тканей. Итак, что такое первичное поровое поле? Представьте себе, сейчас я нарисую, правда поверх этого всего будет потом надпись, но ничего страшного. Итак, вот у нас с вами есть клеточная стенка. На клеточной стенке у нас с вами есть энное количество плазмодесменных каналов, и они собраны довольно близко друг к другу. Так вот, если первичная оболочка, а первичная оболочка – это подразумевается первичная клеточная стенка. Вот у нас с вами есть идет первичная клеточная стенка. Если первичная клеточная стенка никак не затрагивает эти плазмодесмены, находящиеся близко друг к другу, то это будет называться первичное поровое поле. Итак, еще раз. То, что по центру нарисовано, вот это, это серединная пластинка. Срединная пластинка, как вы помните, она формируется из фрагмопласта и образована пектинами. На определенном участке располагаются близко друг к другу энное количество плазмодесменных каналов. При этом другие участки, не занятые плазмодесменными каналами, естественно, покрываются первичной клеточной стенкой. Но если первичная клеточная стенка никак не заходит и не нависает над этим полем из плазмодесом, то эта штука будет называться первичное поровое поле. Если же первичное поровое поле погружено во вторичную оболочку, ну, например, вот у нас, опять я рисую то же самое, вот у нас срединная пластинка, энное количество плазмодесменных канальцев, вот эти плазмодесменные канальцы, вот у нас небольшой участок первичной клеточной стенки, но вдруг у нас взрослая клетка, и тут есть вторичная клеточная стенка, такая здоровая-здоровая вторичная клеточная стенка. Вот если у нас есть вторичная клеточная стенка, которая находится рядом с первичным поровым полем, то эта будет штука называться пора. Пожалуйста, не путайте эту пору с той порой, которая образована при помощи пектинок и кальция. Это совершенно другая история. Так, дальше. При этом поры бывают разные. Бывает простая пора и бывают окаймленные поры. Теперь давайте разбираться, в чем же разница. Итак, если мы говорим про простую пору, вот эта вот штука, которую вы сейчас видите, соответственно, она... Кстати, вопрос, при помощи какой микроскопии сделана эта фотография? Да, по ксилемии могут передвигаться органические вещества. В некоторых случаях это правда так. Итак, как называется тип микроскопии, при помощи которого сделана эта фотография? Да, совершенно верно. Это сканирующая электронная микроскопия или сокращенно СЭМ. Сканирующая электронная микроскопия, да. Так вот, здесь вот эта вот страшная штука, которую вы видите, это пора. Пора. Причем это не окаймленная пора, это простая пора. Вот это вот то, что я пытаюсь зачеркнуть, чертые ручки. Я пока не знаю, как переключиться на красненькую. Я еще не до конца продвинутая. Вот. В общем, то, что я очеркаю, это, соответственно, все первичное поровое поле. Как вы видите, она немножечко погружена. И вот то, что я сейчас разрисовываю, это, соответственно, вот эта вторичная клеточная стенка, которая очень близко подходит к первичному поровому полю, но не нависает над ней. Поэтому эта штука называется простая пора. Есть же другая история, когда происходит нависание вторичной клеточной стенки. Это вот классическая картинка, которую вы всегда найдете в интернете, если забьете там пора, строение растительной поры и так далее. Эта картинка взята из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Чтобы вы понимали, я пыталась понять эту картинку где-то, ну, минут 30. То есть я... Понимаете, есть люди, у которых очень хорошее пространственное воображение. У меня богатое воображение, но вот представить себе в объеме нечто мне довольно сложно. Поэтому я долго пыталась понять этот рисунок, и я надеюсь, я его поняла. Итак, что из себя представляет окаймленная пора? Итак, еще раз то же самое. Вот у нас срединная пластинка. На срединной пластинке есть близко расположенные плазмодесмы. Соответственно, рядом с этими плазмодесмами к ним близко подходит первичная клеточная стенка. И это все будет называться первичным поровым полем. Дальше, если на все это дело наслаивается вторичная клеточная стенка, то это будет называться простой порой. Но если вторичная клеточная стенка решит сделать вот так, тогда, мамочки, тогда это будет называться окаймленной порой. Я, конечно, понимаю, что художник из меня прекрасный, но тем не менее, по крайней мере, я пытаюсь что-то объяснить. Я надеюсь, понятно. Итак, еще раз. Если у нас вторичная клеточная стенка никак не нависает над этой совокупностью плазмодесмы, то тогда это простая пора. А если она нависает, пытается как-то закрыть, прикрыть или так далее, или вообще образует такую тоненькую пленочку, как ямку, то это будет называться окаймленная пора. Либо разновидность этой окаймленной поры, которая характерна для голосеменных, это, соответственно, торус. Просто у торуса образуется такая пленочка, то есть одни из вторичных клеточных стенок просто соединяются друг с другом. То есть здесь у нас с вами будет пространство, здесь, соответственно, дырка, да, просто она заграждена, а вот здесь, соответственно, этого пространства не будет, и будет как бы такая единая вторичная клеточная стенка. Итак, но если мы хотим очень-очень быстро транспортировать вещества куда бы то ни было, то иметь дело с этой кучей маленьких дырочек, а мы представляем, что плазмодесмы – это куча маленьких дырочек, хотя вы прекрасно понимаете, что это не просто дырка, да, там все-таки есть десмодрубочка, это сложная система, и просто так через нее ничего не пройдет. Но, тем не менее, если мы хотим что-то очень быстро транспортировать, то тогда нам с порами не по пути, нам нужны в прямом смысле дырки. И тогда на наше терминологическое поле выходит такой термин, который называется перфорация. Итак, перфорация – это крупные сквозные отверстия, которые образовались в результате частичного разрушения клеточной стенки. Все эти вот первичные поровые поля рвутся, что-то частично разрушаются, и там, например, несколько первичных поровых полей разрушаются, и образуется такая неплохая перфорация. Перфорация – очень красивое слово, а на самом деле это просто дырка. И тогда мы можем с гораздо большей скоростью транспортировать питательные вещества, это очень удобно, но ты за это платишь. Оплачиваешь это тем, что ты в меньшей степени контролируешь передвижение конкретных веществ по ксилеме, имеется в виду. То есть у тебя меньше точек, где ты сможешь проконтролировать концентрацию тех или иных веществ. Хорошо это? Да, хорошо, если мы хотим быть высоким, здоровым деревом, и нам нужно быстро транспортировать вещества. Чем это опасно? А ты можешь в определенный момент не отсечь недостаток или переизбыток каких-то веществ. Но тогда тебе нужно стать суперсложной тканью, чтобы решить эту проблему, проблему недостатка контроля. Ты должен вживлять в участки мертвых тканей как можно больше живых клеток, которые способны будут отконтролировать эти передвижения. Но если ты вживишь в массив мертвых клеток живые клетки, эти живые клетки как-то должны будут контактировать с соседями. И тогда в эволюционном плане ты должен будешь создать такие проводящие элементы, которые будут не только на концевых участках иметь вот эти дырки перфорации, но они должны будут еще иметь по бокам какие-то поры, перфорации, неважно, для того, чтобы контактировать вот с этими живыми элементами. Сейчас на вашем слайде появился слайд, над которым я работала очень-очень долго, потому что я прочитала много всяких книжек для того, чтобы все это укомпоновать в такую маленькую съемку. Итак, что это? Это эволюционная лестница ксилемных элементов, как, что и последовательно зачем возникало. Мы сейчас с вами говорим о том, что ксилемные элементы в более или менее оформленном виде стали появляться именно у первых растений, имеется в виду все-таки наземных. Потому что ксилема как ткань – это вынужденное приобретение с выходом на сушу, потому что если ты водоросль, то тебе ксилема не очень нужна. Вот флоема тебе нужна, потому что транспортировать органические соединения, а они зачастую не очень маленькие, это все-таки нужно иметь определенные переносчики, транспортеры, нужно контролировать осматическую регуляцию. Это сложнее история, и вот флоемные элементы у водорослей представлены, они имеются, потому что это оправданно. А вот ксилема, ну зачем она водоросля? Слушайте, ну я поглощаю фактически всей поверхностью тела, зачем мне отдельные какие-то водопроводящие элементы. Но как только ты выходишь на сушу, ты сталкиваешься с проблемой, что ты не должен высохнуть. А если ты не должен высохнуть, то это означает, что ты, помните, мы это обсуждали, когда говорили про покровные ткани, ты не имеешь права свои покровные ткани сделать водопроницаемыми, потому что ты высохнешь. И тогда встает вопрос, что я как растение, я не могу поглощать все поверхности тела. Значит, мне нужно особое приспособление для поглощения воды минеральных веществ, привет корню, и особая ткань, которая будет транспортировать воду минеральные вещества от корня наверх. И вот тут возникает потребность вселенных элементов. Итак, первые растения, это самая синяя наша табличка, они поглощали воду минеральные вещества астматическим путем, то есть они создавали разность в концентрации веществ, и из-за того, что внутри растений оказывалась концентрация веществ больше, чем снаружи, то вода шла, соответственно, в область более концентрированного раствора. Но так далеко не уедешь, ты не сможешь стать большим, ты не сможешь обеспечить себе быстрый поток веществ, ну и, соответственно, если, не дай бог, у тебя засуха нагрянула, то досвидули растения. Ну так и произошло, поэтому на нашем горизонте появляются мхи. И знаете, когда я первый раз в детстве столкнулась с мхом, ну то есть, по крайней мере, мне папа объяснил, что это мов, я подумала, ой, какой такой маленький, нежненький, бедненький растенец, за ним, наверное, надо ухаживать. И то потом я поняла, что это маршанцы, которые просто убивают всех и все. Дело в том, что мхи умеют делать так, что они являются средообразующими растениями. Сфагнумы делают болото и делают все для того, чтобы болото оставалось болотом, и никак минеральный состав не изменялся. Маршанцы просто губят все на своем пути, она всю просто поверхность земли забивает собой, все, что под ней плохо, не очень хорошо существует, и все, что над ней тоже существует, не то чтобы замечательно. Поэтому все вот эти милые мхи, они с виду такие нежненькие, а на самом деле очень опасные ребята, ну, если вы, конечно, садовод любите. А если вы любите болото, то мхи – это прекрасно. К чему это лирическое отступление? К тому, что у мхов особый вид ксилемных элементов. Это даже не называется ксилема. Те клетки, которые образуют у них водопроводящие элементы, называются гидроиды. Соответственно, совокупность этих гидроидов называется гадром. То есть аналог ксилемы у мхов называется гадром. Это, ну, с эволюционной точки зрения, первые прям суперспециализированные элементы для проведения воды и минеральных веществ. У них происходит укрепление продольных стенок. То есть сейчас я вам нарисую здесь какие-нибудь. Соответственно, вот у нас такая вот клеточка. Соответственно, вот эти продольные стенки у них укрепляются. То есть там происходит вторичное утолщение. Правильно, оно происходит только на продольных стенках, потому что важно, чтобы не происходило сдавливание этих клеток. Ну, а скошен, при этом стенки, которые контактируют, двух клеток, которые контактируют друг с другом, являются скошенными. Это очень важно, потому что если бы стенки были вот такими, то это было бы менее удобно. Это имеет место быть, если ты суперкороткая клетка, и при этом здесь у тебя одна сплошная перфорация, а не много каких-нибудь поровых элементов. Но так как ты гидроид, то у тебя скошенные стенки, и, соответственно, они располагаются друг относительно другого внахлёст. Поэтому приобретение гадрома не помешало мхаму долго существовать на нашей планете, причем существуют они успешно и до сих пор. Поэтому можно как угодно говорить, что это не суперпродвинутая система проведения водоиминеральных веществ, но, тем не менее, махи прекрасно себя существуют. В дальнейшем у следующих эволюционных групп, на следующих эволюционных ступенях появляется суперспециализированная клетка для проведения водоиминеральных веществ, которая называется трахеида. Трахеида очень похожа на гидроид, но у неё не сплошное утолщение продольных стенок, а у неё частичное утолщение продольных стенок. Более того, смотрите, если мы говорим с вами про трахеиду, то у неё утолщение будет частичным. Это удобнее с точки зрения механической нагрузки. Это придает большую пластичность, потому что всё-таки ты травушка, муравушка, даже если ты плаун или какой-нибудь капортник, ты должен гнуться. А если у тебя вот такая вот утолщенная ксилиема, ну куда ты там гнуться будешь, зайка моя? Тебе гнуться будет очень неудобно, а если это всё ещё внахлёст, то в ненужный момент ровно по месту стыка это может как-нибудь переломиться и привет всему вашему городу. Поэтому мхи не очень высокие растения. А если ты хочешь быть каким-нибудь прекрасным, замечательным, кровосеющим папоротником, ох, я сейчас вспомню его название, по-моему, называется археоптерикс. В общем, шикарный папоротник, какого-то совершенно гигантского размера, до сих пор живёт на нашей планете. У него есть аналог прилистников, который называется афлебия. Я забыла название этого папоротника. В общем, он гигантский. Тебе нужно гнуться, тебе нужно быть пластичным. Поэтому приобретение такой особенности, как неравномерное утолщение клеточных стенок, причём более того, в местах утолщения происходит легнификация, что очень важно, да, оно позволило с одной стороны сохранить механическую прочность, а с другой стороны приобрести вот эту вот ту самую гибкость. Ну и последнее супер-супер приобретение наземных растений – это трахея. И, соответственно, членики трахеи. То есть одна клетка трахеи называется членик трахеи. Во-первых, что нужно сказать? Во-первых, они намного короче, нежели чем трахеи, чем трахеиды. У них также может быть неравномерное утолщение клеточных стенок, либо просто дырки в этих утолщениях. И они намного короче, нежели чем трахеиды. И на концевых стенках у них большущие перфорации. Одна большая дырка. Это удобно. Они позволяют намного быстрее транспортировать питательные вещества. Они позволяют при этом сохранить гибкость, потому что они маленькие. Потому что если у тебя большая суперутолщенная клетка, и если у тебя много маленьких, если у тебя много маленьких, соответственно, ты более гибкий. А за счет довольно сильного утолщения клеточных стенок боковых, ты все равно приобретаешь эту механическую прочность. Поэтому трахея в революционном смысле оказывается самой выигрышной клеткой. Ну а теперь давайте с вами посмотрим, что же, про какие утолщения я говорила. Еще раз. Если ты водопроводящий элемент, и если ты имеешь только первичную клеточную стенку, то в условиях недостатка воды у тебя может создаваться внутри тебя отрицательное давление. Давайте я сейчас это нарисую, а потом объясню, что я имею в виду. Итак, вот, например, у тебя, ты клетка, и у тебя много воды. Все классно, ты имеешь нормальную форму. Но как только у тебя воды недостаточно, ты можешь испытывать отрицательное давление и как бы вдавливаться внутрь. Все прекрасно, но если у тебя нет вот здесь механических каких-то утолщений, если ты не сможешь противостоять этому отрицательному давлению, что с тобой произойдет, ты схлопнешься. Вот для того, чтобы не происходило этого схлопывания, эволюция придумала утолщение клеточных стенок трохиит. Оно может быть равномерным или неравномерным. Поэтому трохииты делятся на два типа. Есть частичное утолщение клеточных стенок, есть полное утолщение клеточных стенок, среди которых проглядывают поры. Как это выглядит и какие типы бывают. Итак, если мы говорим про частичное утолщение, то утолщение может быть кольчатым, спиральным, либо миксом, типа кольчатый-спиральным. То есть, что имеется в виду? Мы как бы вставляем некие кольца в нашу, соответственно, клеточную стенку. И, в принципе, мы решаем проблему. Если мы говорим про пористые трохииты, то там происходит равномерное утолщение клеточной стенки. Везде вторичная клеточная стенка, только в ней прорублены вот эти вот поры, дырочки. Ну, соответственно, это не перфорация, это именно поры. Теперь давайте смотреть, как это все выглядит на схеме. Итак, смотрим сначала на букву А. Это так называемые кольчатые трохииды, то есть кольцо представлено вторичной клеточной стенкой. Просто клетка в определенном месте наслоила на первичную клеточную стенку вторичную. Растения так могут. Это делается непросто. То есть, очень просто везде сделать вторичную клеточную стенку. Очень просто. Ну, ты просто все-все-все замазываешь как вторичную клеточную стенку. А вот в конкретном месте, условно говоря, на конкретные 0,25 нанометра сделать вот это вот вторичное утолщение по всему периметру, это сложно. Поэтому те молекулярные механизмы, которые включаются в клетках трохи для того, чтобы сделать вот эти вот неравномерные утолщения, это, ребяточки, скажу вам, непросто. Вариант В, то же самое, только, соответственно, утолщение идет по спирали. Тоже непросто сделать. Еще раз повторюсь, это все наслоение вторичной клеточной стенки на первичную. Это сделано для того, чтобы в условиях отрицательного давления, которое может составаться внутри клетки, не схлопнуться. Если ты схлопнешься, все, ты не выполняешь свои функции, ничего хорошего не будет. Ну, еще у нас есть вариант, назовем его Г, это кольца-спираль нитрохиида, то есть когда у нас вот здесь вот, вот, пардон, Г это вот это, никогда посмотрела. Сначала у нас идут кольца, а потом это все спускается спиралью. Просто кольца очень удобно делать ближе к концу клетки, спираль лучше делать на срединной части, потому что чем у тебя шире, тем больше тебе нужна опора. Чем у тебя уши, там можно кольца ставить, и все будет нормально. Буковки В и Д. Соответственно, В и Д. В – это все пористые трохиидры, то есть те дырочки, которые здесь вам нарисованы, это на самом деле поры. Мы с вами помним, что это, соответственно, поры, простые поры, без окаймлений, все замечательно. А все, что я сейчас заштриховываю, это на самом деле вторичная клеточная стенка. То есть это гораздо более устойчивая с механической точки зрения структура. Но если ты делаешь себе такие клетки, то ты супер-супер гибким, ну, уже скорее всего, не будешь. Вот если у тебя вариант А или Б, или вот этот вот Г, то ты можешь быть супер гибким. Именно поэтому вся первичная ксилема, а именно протоксилема, сделана из скольчатых или спиральных трохиид. Потому что когда ты молоденький, тебе нужно быть очень-очень гибким. А вот чем старше ты становишься, тем больше ты можешь и лучше, чтобы ты себе мог позволить вот эту вот пористую трохиду. Потому что она с механической точки зрения гораздо более устойчива. Вот, но еще есть вариант Д, это если ты какой-нибудь галлосемяной, и у тебя есть торусы. Вот эти вот торусы. В общем, галлосемяные любят торусы. Трахеи. А трахеи, как мы помним, это супер-супер, значит, клетки, в смысле членики трахеи, это суперклетки для водопроведения, вообще классные тетки. Все замечательно, только мы помним, да, чем больше у тебя мертвых клеток, тем больше у тебя должно быть живых элементов ксилемы для того, чтобы контролировать, кто гуляет по твоей ксилеме. Поэтому трахеи очень часто сильно изрезаны и пронизаны порами или перфорациями. Поэтому существует несколько вариантов того, как могут выглядеть членики трахеи. Вариант А – это просто пористый членник трахеи. Это все поры. Но это не просто поры, это окаймленные поры для дополнительной механической прочности. Вариант Б – это, соответственно, микс между тем, что у тебя есть поры, и тем, что у тебя есть перфорации. Причем, чем ближе мы приближаемся к концевой клетке, к концу клетки, тем больше вероятность того, что у вас будет перфорация. Ну и есть самый распространенный вариант уподавляющего большинства покрытия семенных растений. Это когда у тебя на боках куча-куча-куча-куча окаймленных пор, а на концевой стенке у тебя гигантская простая перфорация такая. Если у тебя лестничная перфорация, когда вот n-ое количество, условно говоря, маленьких перфораций, да, это удобно, но не всегда и не всем. Вот вариант В чаще всего встречается у всех покрытия семенных растений. Варианты В и А – это такие промежуточные варианты, но это не означает, что они не встречаются. Итак, вот это то, что вам нужно прям вот, наверное, запомнить. Итак, давайте сравним трахеиду и учлений трахеи. Значит, трахеида – это непосредственный как бы потомок гидроида, поэтому она имеет определенные свойства. Итак, трахеида всегда образована прокамбием. У всех растений, если есть трахеиды, они всегда образованы только прокамбием. Всегда. Членики трахеи образуются, образованы камбием. Правда, есть исключения, к сожалению, но ничего страшного. Будем считать, что пока нет. Итак, когда мы говорим про концевые стенки, что подразумевается под концевыми стенками? Давайте я вам сейчас нарисую. Значит, вот это продольные стенки, вот это концевая стенка. Соответственно, вот это вот у нас концевая стенка. Концевые стенки. На концевых стенках у трахеи перфорации, дырки перфорации, да, а у трахеид – поры. Дальше. Из-за утолщения клеточной стенки трахеиды могут делиться на кольчатые, спиральные, пористые, да, а членики трахеи всегда пористые. То есть членики трахеи всегда равномерно замазаны вторичной клеточной стенкой, посреди которой имеются либо поры, либо перфорации. У трахеид есть вариабельность. Дальше. На боковых стенках у трахеид всегда поры или вообще ничего. Ну, бывает такое, что вообще ничего. То есть боковыми стенками они никак ни с кем не контактируют. Ну, бывает и такое. А вот у трахеи всегда поры. Почему? Потому что очень важно контактировать с живыми витальными элементами. Ну, и утолщение клеточных стенок. У трахеид все стенки имеют утолщение, неравномерное, неравномерное, неважно. А у члеников трахеи только боковые стенки имеют утолщение. То есть концевые стенки образованы только первичной клеточной стенкой и срединной пластинкой, больше ничего. Но, как и всегда, за это нужно платить. Да, на каждом уроке будет тест. Дальше. А теперь все то же самое, только смотрим в зависимости от того, какие у нас систематические группы. Итак, первичная клеточная, первичная ксилема или протоксилема, самая первичная ксилема, протоксилема, всегда практически у всех образована трахеидами. Но есть исключения. Конечно же, к этим исключениям относятся злаки и асоки, ярчайшие представители однодольных. У однодольных всегда все не как у людей. Потому что злаки и асоки считают себя суперпродвигнутыми ребятами. И зачем им в виде первичной ксилемы иметь какие-то допотопные трахеиды? Давайте сразу трахею жахнем. Ну вот, они так и сделали. Это им помогает очень быстро на ранних этапах транспортировать питательные вещества, потому что трахеи и устройство трахеи увеличивают скорость продвижения питательных веществ и, соответственно, скорость развития и всего-всего-всего. Поэтому трахеи, конечно, в эволюционном плане очень удобны. А если ты злак или асока, и можешь это делать на сапах в ранних этапах своего развития, ты вообще круто невозможно. Когда же происходит метаморфоза в метоксилему, то понятно, что если ты злак и асока, то ты как был с трахеями, так и останешься с трахеями. А вот если ты, например, какой-нибудь, ну, я не знаю, гвоздичка, например, ты гвоздичка, значит, ты покрытосеменное, у тебя сначала протоксилема, представленная трахеидами, причем трахеидами такими каких-нибудь там кольчатыми или спиральными, дальше ты делаешь метоксилему. Значит, твой проводящий элемент должен быть гораздо круче, чем предыдущий. Что делать? А давайте мы сделаем трахеиду пористую, потому что с механической точки зрения пористые трахеиды гораздо более продвинутые, нежели чем кольчатые спиральные. А если ты хочешь перейти ко вторичной, к селеме, если ты хочешь сделать вторичное утолщение себе, то ты, скорее всего, перейдешь уже непосредственно к трахеи. Но есть куча-куча голосеменных, которые умеют, которые частично умеют делать трахеи, потому что подавляющее большинство голосеменных, она все-таки живет за счет трахеид той или иной формации. А вот, например, при кемте Федра или Вильвича, они умеют делать часть трахеи. Некоторые предки умеют делать в виде трахеи. Но все равно основная нагрузка у них, конечно, найдет на трахеиды. То есть даже во вторичной к селеме у подавляющее большинство голосеменных имеются трахеидные элементы, а не трахеидные элементы. Вот, поэтому споровые и голосеменные основная водопроводящая нагрузка всегда на трахеиды. Даже если ты сосна, которая имеет вторичное утолщение, все равно у тебя вторичные к селемные элементы будут представлены трахеидами. Они будут пористые, это точно они будут пористые, потому что это гораздо более продвинутая история. У тебя могут быть некоторое количество трахеид, но основная масса всегда – это трахеиды. А вот у покрытых семенных растений в основном всегда это трахеи. Особенно если ты вторично утолщаешься, то у тебя точно там всегда трахеи. Как я уже говорила, чем ближе ты к трахеям, чем ближе ты к вторичному утолщению и к тому, чтобы стать прекрасной березкой, тем больше у тебя будет элементов мертвых. Они у тебя будут маленькими, с кучей-кучей пор по бокам. При этом на концерных стенках у тебя будут простые дырки, перфорации, ничего ты контролировать не сможешь. Поэтому тебе нужно иметь очень большое количество витальных, витальных, как в слове, живых элементов. Поэтому ксилемная паренхема – это очень важная составляющая ксилемы. При этом ксилемная паренхема делится на два типа. Есть продольные тяжи и радиальные лучи. То есть давайте сейчас я попробую нарисовать это в объеме, сразу скажу, со стереометрией у меня плохо. Итак, вот у нас, соответственно, полупоперечный срез. Вот он у нас в объеме. Вот так вот в объеме мы это все рисуем. Соответственно, вот у нас идут ксилемные элементы. Нам важно иметь продольные, радиальные лучи, которые будут радиально расходиться во все стороны. И нужно иметь при этом еще продольные тяжи, которые на всем протяжении будут пронизывать ксилемные элементы. Перекрестие этих радиальных лучей и продольных тяжей создат вам трехмерную живую сеть клеток, которая будет четко отслеживать и делить, и разграничивать эти мертвые пласты на маленькие кубики по квадратному сантиметру, не знаю, по три квадратных сантиметра и так и далее. И все эти три квадратных сантиметра со всех сторон будут окружены живыми клетками. И это означает, что эти живые клетки смогут контролировать, что происходит внутри этих мертвых элементов на площади, вернее, в объеме три квадратных сантиметра. Не квадратных, а уже кубических, извините, кубических сантиметрах. Вот, поэтому это очень важно. Да, в дальнейшем эти ксилемные элементы, ксилемная паранхима может ли унифицироваться, ну, если надо, да, и она может нести уже механическую нагрузку. Да. Напомните, что такое паранхима. А паранхима – это, ну, как вам сказать? Паранхима – это ткань основная, которая, основная масса клеток. Эта основная масса клеток, в зависимости от того места, где она оказалась, может нести самые различные функции. Паранхимные клетки – это клетки, в которых происходят основные метаболические процессы. Да, там может происходить запасание. В корне паранхима участвует в запасании питательных веществ, в переваривании, не перевариваю, плохое слово, в ассимиляции азота и серы, потому что ты получаешь их в неорганическом виде, их нужно перевести в аминокислоты, например, или там в какие-то другие вещества. В листе паранхима превращается в фотосинтезирующую ткань, которая будет нести название хлоранхима. В зависимости от того, где оказались паранхимные клетки, они могут нести ту или иную функцию. Поэтому паранхима – это основная ткань. А уж какую функцию она будет нести, все будет зависеть от того, где конкретно она оказалась. Ну и, соответственно, если мы говорим про продольные тяжи, то паранхим будет называться тяжевой паранхимой. А если мы говорим про радиальные лучи, то это будет лучевая паранхима. Соответственно, тяжевая лучевая паранхима. При этом есть отдельная статья в ксилеме – это механические элементы. То есть помимо проводящих элементов, помимо паранхимных элементов, есть еще и отдельные механические элементы. И они могут отдельно, специально создаваться. Давайте посмотрим, какие они бывают. Ну, во-первых, есть отдельные трохииды. То есть делается трохиида нормальная, классическая, для того, чтобы проводить питательные вещества. Но дальше растения решают, что нет, зайка моя, вот ты конкретно трохида не будешь нести никакой проводящей нагрузки. Ты будешь нести механическую функцию. Что происходит? Тогда получается, что радиальные стенки – это те, которые, соответственно, концевые. В общем, концевые стенки будут иметь поры и будут проводить питательные вещества. А, соответственно, продольные стенки или тангенциальные стенки не будут иметь никаких пор. Они будут полностью запаяны. Фактически, как у гидроидов, так тоже может происходить. И что у нас получается? Давайте я попробую нарисовать это. Вот у нас, соответственно, полностью утолщенные продольные стенки. Соответственно, концевые стенки будут иметь перфорации, не перфорации, простите, поры. Они будут иметь поры. Соответственно, вот так будет идти транспорт. А вот это будет у нас механическая нагрузка. Вот такие вот будут трохииды, которые будут нести механическую нагрузку. Ну и особая статья – это, конечно же, волокна либреформа. Вот. Так, ладно. Волокна либреформа. Создаются специально. В основном имеются уже непосредственно во вторичной ксилемии. Ну, правда, в первичной иногда тоже бывает. Толстые древесневающие стенки, причем все. И немногочисленные поры. Почему поры все равно остаются? Потому что так как все там утолщается, то, скорее всего, внутренний содержимый умрет. И это означает, что живые бронхимные клетки все равно должны будут контролировать, что там внутри. Потому что в потенциале туда может забраться какая-нибудь зараза, и это нужно будет очень быстро отсечь. Вот. Поэтому поры все-таки должны будут сохраняться. Можете вкратце повторить, что это такое фрагмопласт. Значит, вам придется опять потерпеть, как я буду рисовать. Значит, смотрите. Вот у нас есть клеточка. Клеточка решила поделиться. Соответственно, все уже всюду разошлось. Там все вот эти вот нити вертян деления, все разошлось, все поделили. А остается последнее. Надо посередине провести границу. С течением времени, когда все уже разошлось, у нас посередине начинают выстраиваться нити цитоскелета. Они выстраиваются ровно посередине. Правда, надо понимать, что растительные клетки умеют в определенном месте провести этот фрагмопласт. Можно так его провести, можно провести его вот так. А так как это все в объеме, то можно в какой угодно плоскости. И тогда у нас возникают либо антиклинальные деления, либо переклинальные деления в зависимости от той поверхности, о которой мы с вами говорим. Дальше также по нити цитоскелета к этому месту начинают подплывать, соответственно, визикулы. Слово визикула означает, что это одномембранный пузыречек, который внутри себя что-то несет. Вот такие вот визикулы, и они, соответственно, выстраиваются вдоль техники цитоскелета. Вот это и есть фрагмопласт. В дальнейшем, что происходит, тут уже оставшихся рисовать не буду, соответственно, все эти визикулы сливаются, и у нас по центру выстраивается соответственно срединная пластинка. Она у нас будет состоять из пектина, потому что визикулы внутри себя, а визикулы у нас приплыли из аппарата Гольджи. Почему я пишу Гольджи? Я не знаю, Гольджи. Из аппарата Гольджи. И несут в себе зачатки пектина. Так что фрагмопласт – это у нас картиночка номер 3. Или на момент частичного слияния визикул, когда вот еще не вот это, соответственно, вот это у нас будет картиночка 5. Вот представьте себе, как будет выглядеть картиночка 4. Картиночка 3 и 4, и есть фрагмопласт. Потому что вот это – это еще не фрагмопласт. Это только, соответственно, не децит скелета. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Поищите ответы, пожалуйста, на тему, как писать тесты. Это все Калини Рамильевне. Она там отвечала на эти вопросы. Ой, ребята, я забыла. Еще есть третий тип механических элементов. Это волокнистые трохииды. Это что-то среднее. Между волокнами либреформы и трохиидами, потому что там гораздо больше идет транспортная нагрузка, конечно же, чем механическая. То есть они оказываются ровно посередине между трохиидами, волокнами либреформами. Именно поэтому я их расположила посередине, потому что это правда что-то среднее между трохиидами, волокнами либреформами. То есть если механические трохииды сохраняют довольно в приличном виде транспортную нагрузку, то волокна либреформы его вообще не несут. Вот представьте себе что-то среднее, и получится волокнистые трохииды. Таким образом, наша с вами ксилема образована как минимум несколькими типами клеток. Итак, обязательно тяжевая лучевая перенхима. Это обязательно. Как вы понимаете, тяжевая – это продольная, лучевая – это радиальная, потому что нужно создать трехмерную сеть витальных клеток. Волокна либреформа – это если мы говорим с вами уже про, например, вторичную ксилему и, соответственно, более продвинутые, например, покрытосеменные растения. Там вот волокна либреформа. И трохииды с сосудами. Сосуды – это трохииды, это если у нас вторичное утолщение, а трохииды, если мы говорим про первичную ксилему, например, какого-нибудь клёна. Первичная ксилема клёна представлена спиральными трохиидами, мета-ксилема представлена полистыми трохиидами и, соответственно, вторичная ксилема представлена трохеями. Ну, тут всё понятно. Поэтому ксилема – это очень сложная ткань. Это не просто сложная ткань, это очень сложная ткань, потому что она мёртвая и подавляющая масса всех клеток мёртвая, потому что, как вы понимаете, механические элементы тоже мёртвые. Поэтому наличие тяжевой лучевой перенхимы обеспечивают контроль за мёртвыми клетками. Если вы что-нибудь не то засосали в ксилему, всё растение может погибнуть. Поэтому трёхмерная сеть витальных клеток обязательно... Флоэмные элементы. Так, давайте мы... Давайте так, я вам расскажу про флоэму и, наверное, мы с вами на этом закончим, потому что сейчас уже 18.32, как селема долго был рассказывать. Ну, там, правда, немного осталось. В общем, посмотрим как. Итак, пока напишите, пожалуйста, в чате, готовы ли вы дослушать все ткани или нет. Потому что из ткани у нас остались ассимиляционные ткани, у нас остались хлоренхима, айронхима... Ой, ещё железистые волоски. Ладно, посмотрим по ходу. Итак, флоэма. Как я уже сказала, по флоэме транспортируются органические соединения. Нужны очень специфические транспортеры и переносчики для того, чтобы всё это туда-сюда вносить и выносить. У вас должны быть особые системы транспорта. Это обязательно должен быть активный транспорт, потому что против воли местного населения что-нибудь куда-нибудь запихнуть довольно сложно. Так, хорошо. Да, лучше перенести. Окей, Элина Рамильевна, я поняла. Нет, не готовы, не готовы. Ладно, перенесём. Итак, водоросли уже имеют аналог флоэмных элементов, потому что они сталкиваются с тем, что им нужно переносить органику. И в довольно больших количествах. А если мы возьмём какие-нибудь гигантские листья ламинарии, то длина пути, преодолеваемой органическими соединениями, оказывается довольно большой. Вот, поэтому уже существует... Нет сегодня ещё олимпиады по физике. Круто, круто. Ладно, ладно, ребята, всё. Я рассказываю вам про флоэму, и мы на этом заканчиваем. Окей? Поэтому не более 20 минут я займу вашего времени, и вы свободны. Всё. Итак, ещё раз то же самое. Да, Алина Рамильевна, ну хорошо, ладно. Тогда давайте мы сейчас тогда закончим, потому что Алина Рамильевна говорит, что вам уже пора заканчивать. Алина Рамильевна.